Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Две стороны одного безнала. Проблемы с бесконтактной оплатой проезда в автобусах обсудили в управлении транспорта вместе с перевозчиками. Просто безответственная работа со своим водительским составом, с безопасниками, с механиками, кто отвечает за валидаторы, кто отвечает за этот процесс. Стройки-бой. Точечная застройка во Владивостоке. Один из главных социальных конфликтов города. Территория таможни. За работой профессионалов канун Дня таможенника наблюдала съемочная группа Восьмого канала. Должностные лица выявляют фактически на постоянной основе товары, которые запрещены в воздух или перемещаются с нарушением таможенного законодательства. Также в выпуске. Минное поле. Во время ремонтных работ на дорогах Владивостока канализационные люки представляют особую опасность. Еще расскажем. Удар по инсульту. В Приморье пройдет развлекательное, семейное и праздничное мероприятие. Мы выбираем жизнь. Инсульту нет. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. По информации администрации края в 2020 году расходы на содержание губернатора не превысят аналогичные расходы с момента избрания главы региона. Олег Кожемяка принял решение отказаться от расчетных доплат, несмотря на предусмотренную законодательством индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы региона. И, как мы уже сообщали, Олег Кожемяка возглавил региональное отделение партии «Единая Россия». Вот как он прокомментировал свое решение. К сожалению, нужно признать, что сегодня в Приморском отделении «Единой России» на всех уровнях есть люди, которые на протяжении многих лет бездействовали или, прикрываясь партийными мандатами, решали за счет партийно-депутатского ресурса свои личные вопросы. Годами не решались проблемы обманутых дольщиков, росла многотысячная очередь ожидающих жилье детей-сирот, задыхались от угольной пыли жители находки. В работе городского и муниципального транспорта царствовал черный нал, с которого кормилась верхушка руководителей автотранспортных предприятий. Для решения этих назревших вопросов потребуется обновление партийных рядов, заявил глава региона. Олег Кожемяков в качестве лидера приморских единороссов планирует привлечь в ряды партии авторитетных лидеров, которых люди знают и уважают, а также сделать ставку на инициативную молодежь, которая видит себя в будущем обустройстве края и которой не безразлична судьба Приморья. К другим темам. Проблемы с безналичным расчетом в автобусах обсудили в Управлении транспорта Владивостока. Представители администрации лично встретились с перевозчиками и обсудили актуальную тему. Компаниям напомнили об ответственности за каждый выданный терминал оплаты. В случае, если горожане не смогут им воспользоваться, перевозчикам грозит денежный штраф. Подробности расскажет Максим Яковлев. Преобразование в новое качество общественного транспорта во Владивостоке проходит небезболезненно. И дело даже не в повышении стоимости проезда. Люди готовы платить, но за удобство. Как минимум пассажиры требуют, чтобы в автобусах был безналичный расчет. В одних машинах он работает, в других стоит для вида. Или валидатора вовсе нет. А водители плату требуют. В городе даже открылась горячая линия по вопросу работы таких терминалов. Если с ними есть проблемы, транспортное предприятие штрафует на 8 тысяч рублей. Но даже это, кажется, не пугает нарушителей. Поэтому управлению транспорта администрации Владивостока пришлось собирать целое совещание с руководителями компаний-перевозчиков. Это техника, да, она может сломаться. Вопросов нет. Но если Татьяна Борисовна об этом знает, мы звоним автоматически ей и говорим, Татьяна Борисовна, проблема у нас в техническом состоянии валидатора. Или проблема в том, что водитель повешал и ездит целый день. Если водитель повешал и ездит целый день, выписываем штраф, даже не обсуждается. Случаев с нерабочим терминалом или вовсе его отсутствием уйма. Об этом говорят отзывы горожан. Большинство перевозчиков еще до внедрения системы безналичного расчета были пессимистично настроены к такой новинке. Но это дело времени, отмечают представители компании «Восток Авто». У этого перевозчика 100 единиц техники, на каждой из которых установлены валидаторы. Ну, трудностей как таковых нет. А просто процесс обучения человек должен привыкнуть. Потому что у нас был дельфин, немножко порядок изменился, а люди привыкнут, все будет хорошо. Проблем с этим нет. Немножко времени еще привычка водителя. И тем не менее опрос показал, что на сегодняшний день перевозчикам не хватает 22 валидатора. Они необходимы для оснащения новых автобусов, которые компании приобрели недавно и ранее не были учтены. Это несущественная цифра, учитывая, что ежедневно на дороге города выходит около 600 автобусов. Со стороны администрации обязательства полностью выполнены. Но, как говорится, это только на бумаге все работает. Поэтому в завершении встречи Александр Иванов настоятельно рекомендовал руководителям автопредприятий провести дополнительный инструктаж с водителями на тему работы валидаторов. Иначе больших штрафов им не избежать. Я считаю, что это проблема руководства транспортных предприятий, то есть организаций. Что это, ну, просто скажу, безответственная работа со своим водительским составом, с безопасниками, с механиками. Кто отвечает за валидаторы, кто отвечает за этот процесс. Отметим, что сегодня в Владивостоке работает 14 автотранспортных предприятий. Они обслуживают 93 автобусных маршрута. Если на каком-то из них пассажиры обнаружат проблемы с безналичным расчетом, они смогут позвонить на специальную горячую линию. Ее номер 236-3252. Максим Яковлев, новости на восьмом. Инцидент, который произошел на днях в Татарстане и попал на видео, заставил редакцию «Восьмого канала» обратиться с предупреждением к жителям Владивостока. Камера зафиксировала, как на одной из улиц города набережные Чулны. Маленький ребенок наступает на вроде бы закрытую крышку канализационного люка и проваливается в него, как в охотничью ловушку. Обошлось без жертв. Мама ребенка сумела быстро сориентироваться и вытащила малыша. Во Владивостоке в эти дни идет массовая замена крышек люков и канализационных решеток. Причем даже на отремонтированных по наспроектам дорогах крышки люков закреплены плохо. Они гремят под колесами проезжающих машин. И какой-то из таких плохо закрепленных колодцев может также оказаться ловушкой для жителей Владивостока. Поэтому горожан призываем быть бдительными. А тех, кто отвечает за дорожные работы в Приморской столице, отнестись к данной проблеме с особым вниманием. К слову, во Владивостоке злую шутку может сыграть и с виду надежный асфальт. Так, во Владивостоке груженный самосвал буквально накануне провалился под асфальт. По словам автора видео, эта история приключилась на проспекте Столетия. Грузовик прибыл для проведения работ в парке. Пострадал не только грузовик, асфальт, но и подземные коммуникации. Точечная застройка во Владивостоке – один из главных социальных конфликтов города. Только за последний год прошли митинги жильцов против строек на улице Уткинская, 21, Чапаева, 8, Надибаидзе, 1, Океанский проспект, 85А, Русская, 57. Картина везде примерно одинакова. На небольшом участке земли застройщик пытается возвести одно, а то и несколько многоэтажных зданий на обеспеченных, не обеспеченных соответствующей инфраструктурой. Между тем, во Владивостоке достаточно земель для развития. Городские и краевые власти готовы предложить инвесторам альтернативные земные участки. Подробнее в теме недели. Жильцы нескольких домов по Океанскому проспекту номер 83, 85 и 97 столкнулись с проблемой точечной застройки два года назад. Небольшой участок земли, где раньше была спортивная площадка, оказался в частной собственности. Сейчас там собираются строить 25-этажный дом, но здравый смысл подсказывает – ему здесь не место. Если представить фактически 25-этажный дом на фундаменте, который планирует застройщик, то он будет выше нашего этажа, наверное, этажей еще на 5, а то и 10. Соответственно, это перекроет вид, и мы будем окна в окна смотреть соседям. Судебные тяжбы по вопросу строительства высотного дома в районе Океанского проспекта 85А идут с 2018 года. По итогу суд первой инстанции обязал администрацию рассмотреть вопрос о выдаче порта Франко-70 разрешения на строительство. В ответ на это администрация города подала касационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации. Эти большие пожарные машины, они по этим узким трубам, с таким наклоном и при таком угле разворота, они просто не подъезжают. Между тем, в постановлении номер 111 главы Владивостока указано, что на каждого жителя города должно приходиться 19 квадратных метров зеленых насаждений. В каждом районе Владивостока должно быть не менее 25% территории, отдано под леса и парки. А в целом по Владивостоку леса и парки должны составлять не менее 40% территории города. Кроме того, они должны быть в 20-минутной пешеходной доступности от каждого дома во Владивостоке. Нами будет проложена дополнительная дорога к 83-му дому, которой на сегодняшний день нет вообще. Возле 85-го дома мы построим разворотную площадку для пожарных машин. Кроме того, будет две детских площадки, которые будут рядом с нашим домом и к ним будет свободный доступ. Будут переложены фактически все водопроводные и канализационные сети. К обещаниям застройщиков жильцы настроены скептически. Пока стройка на Океанском проспекте не ведется. Чего не скажешь о стройплощадке на Русской 57. Здесь застройщик обещал построить два небольших дома с административным центром. А потом получил разрешение на строительство трех домов на 287 квартир. Жильцы окрестных домов тут же забили тревогу. Даже при нынешней ситуации у нас жестокие пробки до Русской, до основной трассы. Просто утром очень трудно проехать. При этом добавляется еще около 500 машин. Представьте, что здесь будет. Дорогу невозможно расширить, вы сами видите, потому что с той стороны строительство, с той стороны больницы, с другой стороны больницы. Поэтому расширить их невозможно. Альтернативных дорог у нас здесь нет. Говоря о транспортном коллапсе, жильцы не преувеличивают. По адресу Русская 57 стоит 11 домов, на которые приходится 800 машин и мест. Парковка только одна платная и может вместить не более 200 авто. В скором времени в микрорайоне появятся новые жильцы. Из четырех домов ЖК «Лайф» и трех от ЭКО-квартала. Когда мы устраивались в школы, моих детей в 60-ю школу не взяли. Сказали, что хоть вы по району к нам относитесь, но мест не хватает катастрофически. Просто нет ни учителей, ни помещений. И мы можем дать вам справку, что мы вас не имеем права брать, потому что некуда детей сажать. В 61-ю школу у нас тоже не брали, но в 63-ю школу мы ходили. Садики, ну нас взяли садики, потому что мы многодетные, там по льготному. Но поликлиники также все переполнены. В ситуации с «Зелёным кварталом» разбирался и прибывший на место событий глава Приморья Олег Кожемяка. Он предложил выделить застройщикам участок земли в другом районе Владивостока для строительства третьего дома. Освободившееся место на Русской отвезти под строительство паркинга и детской площадки или стадиона. Вот мужики, при всем уважении к строителям, при всем уважении, и вы сами тоже не первый год, как говорится, строите, но он вообще сюда не влазит никак. Это первое. Второе. Они хотят заезжать мимо нашего дома. Вот просто никак не влазит. Здесь нет ни спортивной площадки, нет ни детской площадки. 200 человек, 200 семей, которые у вас здесь появятся, не будут иметь ни садика, ни площадки, ни стоянки, значит, да, то есть ни паркинга. Однако это все точечные решения. Взамен ныне существующим правилам городского рынка недвижимости глава региона анонсировал программу массовой комплексной застройки Владивостока, которая позволит обеспечить 2024 году в городе доступное и комфортное жилье. Краевые власти намерены ее защитить в 2020 году. И состоится эта инициатива только если федеральный центр поддержит ее финансово. На первоначальном этапе речь пойдет о создании микрорайона в районе Трудового. Также речь идет о комплексной застройке микрорайона Патрокол. Решение вопроса нехватки площадок под жилищное строительство и точечной застройки Владивостока руководство региона видит в комплексном освоении земель. Катерина Матвеева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Жителей и гостей Владивостока ждут в воскресенье на географический диктант. Территория таможни за работой профессионалов в канун Дня таможенника наблюдала съемочная группа Восьмого канала. Удар по инсульту. В Приморье пройдет развлекательное, семейное и праздничное мероприятие. Мы выбираем жизнь, инсульту нет. Партнер выпуска новостей – Торговый дом, Планета Безопасности. Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром на даче. Все в порядке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Жителей и гостей Владивостока ждут в воскресенье на географический диктант. Территория таможни за работой профессионалов в канун Дня таможенника наблюдала съемочная группа Восьмого канала. Удар по инсульту. В Приморье пройдет развлекательное, семейное и праздничное мероприятие. Мы выбираем жизнь, инсульту нет. 25 октября. Важная дата в истории края. Это день освобождения Приморья от интервентов и белогвардейцев. К 1921 году Владивосток был базой для европейских и белогвардейских дивизий. Здесь квартировалось около 20 тысяч японских пехотинцев. К слову, именно они дольше всех сопротивлялись красному натиску. 25 октября 1922 года части Народно-революционной армии Дальневосточной республики под командованием Иеронима Убаревича вошли во Владивосток. Судно с остатками японских и белогвардейских войск покинули город за два часа до их вступления в город. Последние интервенты покинули Советскую Россию. В стране завершилась гражданская война. Через три недели Дальний Восток стал составной частью Советской Республики. Подробнее в нашем следующем материале. У Баревича, Башидзе, Баневура, Гульбиновича, Лозо, Луцкого, Нейбута, Суханова эти улицы Владивостока носят имена революционеров, которые боролись с интервентами и белогвардейцами на Дальнем Востоке. Долгая и кровопролитная гражданская война в нашем регионе закончилась 25 октября 1922 года. В этот день рано утром войска Народной революционной армии Дальневосточной республики под командованием Иеронима Убаревича без боя вошли во Владивосток. Суда с остатками японских и белогвардейских войск по договоренности между сторонами покинули город за два часа до вступления революционной армии. Однако на отдаленных территориях бои и стычки продолжались до 1925 года. В 1918 году на один только Дальний Восток бороться с германно-большевистским заговором отправляются 70 тысяч японцев, 12 тысяч американцев, дивизия российских поляков, несколько батальонов сербов и румын, китайцев, итальянцев и французов. Владивосток стал главной базой интервентов. Их было около 200 тысяч. Дальсовнарком объявил край на военном положении. Началась партизанская война. Жители массово побежали из Приморья. Из книги Элеонора Прей письма из Владивостока. 20 октября 1922 года. «Позавчера, после того, как Тед в половине четвертого пришел домой и мы пообедали, я вышла, чтобы пройтись и посмотреть, как выглядят улицы. И телега за телегой ехали по Светланской, груженные чемоданами, коробками и домашним скарбом. А иногда в самом верху в каждой – женщины и дети. Иногда с домашней собачкой. Это было одно из самых печальных зрелищ, которые мне только приходилось видеть. Все они бежали, спасая жизнь, на суда, чтобы выбраться из этой страны, где они родились, и которые многие из них уже никогда не увидят». Интервенты оставили о себе кровавую память. Летом 1919 года американский карательный отряд сжег до тла село Новицкое в Приморье и расстрелял десятки стариков и детей. Такие же зверские расправы совершили в Казанке, Гордеевке, Сергеевке, Степановке и других селах и городах. Завоеватели массово разграбляли край. Вывозили золото, рыбу, меха, лес, сырье. Около 600 миллионов рублей золотом составили убытки Дальнего Востока после оккупации. «Если бы, так сказать, Приморье было географически отделено, как остров Тайвань от материковой части России, то возможно, что белая государственность была бы там сохранена. Просто физически, так сказать, их подавить не смогли бы. Но Приморье было материковой частью России. И, конечно же, большевики никогда не допустили бы существования антикоммунистической белой России рядом с ними». Переломным моментом гражданской войны на Дальнем Востоке стал бой под Волочаевкой 12 февраля и освобождение Хабаровска 14 февраля 1922 года. Но чтобы освободить Приморье, понадобилось еще несколько месяцев. «Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда. Партизанские отряды занимали города». Эти слова из марша дальневосточных партизан до сих пор учат в школах на уроках истории Приморья. И пусть революция, которая и послужила толчком гражданской войне в России, прогремела сто лет назад, память в истории города она оставила навсегда. Олег Завьялов, Светлана Садова и Евгений Апарин. Новости на восьмом. Ну а тех, кто интересуется историей России, ее первопроходцами, а также экономикой, природными ресурсами и открытиями, ждут в воскресенье на географический диктант. Во Владивостоке площадка образовательной акции традиционно откроется в Дальневосточном федеральном университете. Впервые выступит в качестве площадки проведения международной просветительской акции в этом году и в ГУЭС. Напомним, организатором диктанта является Русское географическое общество. В прошлом году почти 400 тысяч человек из 97 стран мира приняли участие в данной акции, целью которой является повышение интереса географии России. Стать участником диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведения, независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте диктанта. Начало работы площадок во Владивостоке и регистрация участников 27 октября в 11 утра. Сам диктант начнется в полдень. Российские таможенники отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Приморье – пограничная территория со множеством портов и других транспортных узлов. Соответственно, и таможенные посты работают здесь зачастую день и ночь. Борьба с контрабандой запрещенных товаров – одна из важных составляющих этой профессии. Тем более, с каждым годом количество таких товаров стабильно растет. За работой профессионалов в канун Дня таможенника наблюдала наша съемочная группа. Светлана Садовая расскажет подробнее. Детали для автомобилей – детские игрушки, бижутерия. Китай, Япония, Корея. Раз в две недели стабильно Владивостокская таможня задерживает на приморской границе контрафактные товары именно из этих стран. В декларации они заявлены под одними марками. При проверке выясняется – это подделки известных брендов, что является нарушением закона об интеллектуальной собственности. То, что рядом страны Киа у нас есть, оттуда всё и везётся. С Кореи везётся контрафакт Киа-Хёндайс, с Японии везётся контрафакт Хонда, Тойота и так далее. С Китая везутся контрафакты диснеевских всяких марок. Буквально на днях таможенники перехватили около 3000 единиц поддельной бижутерии. Это крупная партия, говорят сотрудники ведомства. Коробки с товаром никак не маркированы, а это уже сокрытие от таможенного контроля. Не все партии товара досматривают. И тем не менее, контрабандисты сильно рискуют. Рано или поздно любой товар попадает под внимание таможенников. Действует система управления рисками. То есть подаются декларации, подаются 10 тысяч деклараций в месяц. Огромное количество, и на все назначать досмотры нецелесообразно. То есть есть система управления рисками, которая разработана на своих критериях. Есть специальные отделы, которые разрабатывают. И если какая-то партия или какой-то товар попадает под этот риск, вся партия или товар идет на досмотр. Если недобросовестный продавец попался на провозе контрафакта один раз, он попадает под пристальное внимание специалистов таможни. И следующую ввозимую им партию товара будут проверять в обязательном порядке. Должностные лица выявляют фактически на постоянной основе товары, которые запрещены в возу, либо перемещаются с нарушением таможенного законодательства. Обнаруженный контрафактный товар у недобросовестных компаний изымают, назначают проверку далее на усмотрение закона. Либо возвращают обратно в страну, откуда товар везли, либо и вовсе уничтожают. У нас есть и новые технологические процессы. Мы взаимодействуем очень тесно с правообладателями, с представителями правообладателями территории Российской Федерации, которые нам предлагают в своей работе свои наработки в виде электронных каталогов, способов выявления таких товаров, которые мы используем в своей работе. Ну и, соответственно, таможенные органы принимают это все во внимание и используют данные наработки в своей работе. Только за 9 месяцев этого года таможенники возбудили 12 уголовных и более 2000 административных дел. Более половины из них по так называемым контрабандообразующим составам. Общая сумма предотвращенного ущерба составила 82 миллиона рублей. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. В Приморье продолжаются уроки здоровья на тему «Инсульту нет». Занятия посетили более 700 учеников старшей и средней школы. Уроки проходят в игровой форме. Специалисты объясняют детям, как вести себя в той или иной ситуации при помощи диагностики «Удар». В программе уже приняли участие 20 школ. В плане медицинской пропаганды нужно отметить большую работу, которую проводит во Владивостоке фонд «Инсульту нет». Заведующий неврологическим отделением Приморской краевой клинической больницы номер один Дмитрий Хан отмечает, что зачастую люди просто не осведомлены о первых признаках инсульта, о так называемой диагностике «Удар». И эта неосведомленность приводит к страшным последствиям. В терапевтическом окне в специализированное отделение прибывает не более 25 человек за год. Терапевтическое окно – это время от наступления первых симптомов до времени до процедур в стационаре. Время срочной помощи для инсульта ограничено – это 4,5 часа. Тромб закупоривает сосуд, и мозг не получает питание. Но проблема в том, что многие люди сразу не понимают, что у них случился инсульт. И в этом смысле методика распознавания инсульта под названием «Удар» должна быть известна всем. Вы можете освоить методику уже в воскресенье. Ближайшее массовое мероприятие фонда состоится 27 октября 2019 года с 14 до 16 часов в торговом комплексе «Калинамол» на третьем этаже, рядом с фудкортом. Горожан приглашают на развлекательное семейное праздничное мероприятие «Мы выбираем жизнь, инсульту нет». С концертной программой, зажигательными выступлениями, познавательными и веселыми конкурсами. Гостям праздника приготовили море позитива. И о спорте. В Приморье с 29 по 30 октября пройдет российско-китайский спортивный фестиваль. Делегация спортсменов из Карбина будет состязаться с россиянами в четырех видах спорта – настольном теннисе, плавании, ушу и баскетболе. Открытие мероприятия состоится в 29 октября в 17 часов в спорткомплексе «Олимпийц». Там же можно посмотреть и соревнования спортсменов. Жители и гости города посмотрят на борьбу за первенство в настольном теннисе и в плавании. Также зрители смогут увидеть соревнования по ушу и баскетболу. Как отметили в Департаменте физической культуры и спорта Приморья, это ответный визит китайских спортсменов в этом году. В июне делегация из Приморья побывала в Харбине, где приняла участие в китайско-российском спортивном фестивале в рамках Дней Приморского края в провинции Хэйлуньцзян. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Две стороны одного безнала. Проблема с бесконтактной оплатой проезда в автобусах обсудили в управлении транспорта вместе с перевозчиками. Минное поле. Во время ремонтных работ на дорогах Владивостока канализационные люки представляют особую опасность. Стройки-бой. Точечная застройка во Владивостоке. Один из главных социальных конфликтов города. 25 октября 1922 года части Народной революционной армии Дальневосточной республики освободили Владивосток от интервентов и белогвардейцев. Жители и гостей Владивостока ждут воскресенье на географический диктант. Удар по инсульту. В Приморье пройдет развлекательное, семейное и праздничное мероприятие. Мы выбираем жизнь. Инсульту нет. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Продолжение следует... Продолжение следует...